Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, вот сегодня утром я уже заходила и показывала вам, как я ходила здесь по теплице, искала белокрылку безуспешно. Но хочу сказать вам, хочу поделиться хорошей новостью. Не только у меня белокрылка появилась, у меня еще появились в этой теплице завязи на томатах. Завязи появились, к моему удивлению, не только на ранних сортах, которые я ожидала, но и такие крупноплодные, как вот Вова Путин, любимый праздник. Все стали моментально завязывать плоды. Я вот у Вовы Путина даже убрала вот одну такую помидорку, которую это махровую, видать, просмотрела. Это не соответствует характеристикам сорта, она должна быть не такая, значит это будет плохая помидорка, уродливая, нам она не нужна. Сейчас покажу вам. Конечно, это еще совсем-совсем маленькие помидорки, вот они такие, самые первые, яблочки, пуговки, завязь. Но все равно радует, что несмотря на все капризы природы, вот на толстом джеке прям несколько вижу. Сейчас подождите. Видите, они такие еще совсем-совсем юные, но все равно это уже будущие помидоры, томаты. Это уже первые завязи. И таких томатиков маленьких очень много. Я, конечно, все не буду вам их, ну как, они же вниз лицом висят, не буду все выворачивать. Скажу только, что и любимый праздник, и Вова Путин, и еще какой-то тут у меня, ага, матреша, даже штраух завязались, хотя они вот как эти, индетерминатные они вроде позже, как очень много завязи на пудовике. И что самое интересное, и монгольский карлик за ними тоже вперед. Тоже вот первый монгольский карлик уже завязался. Значит, все-таки в теплице ему неплохо. Он ведь не отстает от других. Тоже вперед-вперед. Вот это такая небольшая разусная новость на фоне плохой погоды. У нас, видите, сейчас дождик идет, пасмурно, солнца нет, а помидоры завязываются. Значит, будет все хорошо. Хорошо.